Ну и как я вам обещала, сегодня я покажу богатство Инны, потому что она вяжет крючком, прекрасно вяжет крючком, но у нее также очень много вязаных вещей с пиццами, потому что она очень их любит и также у нее есть вещи, которые вязала Инна Тищенко, потому что мы подружились с Инной через Инну Тищенко. Сначала Инна познакомилась с Инной Тищенко, они дружили, Инна у нее заказывала вещи, а потом, когда я уже была знакома с Инной из Украины, с Тищенко, она познакомила нас с Инной. В общем, мы все перезнакомились, да? И поэтому я сейчас покажу вещи вязаные, очень-очень красивые, и вам для вдохновения, чтобы посмотреть, и также покажу работы Инны. А вот кто у нас такой сладкий? А кто, кто у нас такой сладкий? Кто? Лулу, Лулу, Джек Рассель Терьер. Ой, какой, ой, какой, ой, какой хороший, какой хороший. Ну, давайте начнем обзор. Вы видите, сколько богатства, сколько вдохновения, сколько вязаных вещей. Я узнаю мою кофточку здесь. Это полосатая моя кофточка Дымчатая Роза, да, которую я вязала для журнала Ксюши, да. Она теперь у Инны. Инночка ее прекрасно надевает и носит. Это еще не все. Вы помните, я говорила вам, что мой джемпер Янтарный Берег, сейчас вы увидите фотографию, что он тоже гуляет во Франции. Вот он. И еще один, да, черный свитер, тоже он для Ксюши, из журнала Ксюша. Увидите фотографию, сейчас не очень хорошо от цвета видно. Он тоже гуляет во Франции, тоже здесь. И также очень много здесь вещей, которые вязала Инна Тищенко своими руками. Ее красивые кофточки, свитера, джемпера. У Инны все расслужено, видите, по цветам. Светлая, фиолетовая, розовая гамма, голубая, бирюзовая. Но это еще не все. Еще Инна вяжет крючком, и я хочу показать вам ее красивые, вязанные крючком вещи. Инночка, покажи, пожалуйста. Вот такое красивое вечернее платье, связанное крючком, с элементами на талии и внизу, мотивов и обвязка кружевом. Очень тонкая работа. Какой это, Инна, крючок у тебя здесь ты использовала? 1,75. 1,75. А что это за пряжа? ДМС. Французская пряжа. Это пряжа, которую мы заходили в магазин, ДМС, которая была вот из этой пряжи и навязала это платье. Очень красиво, очень тонкая работа. Ну и здесь, конечно, много богатства. Это еще не все, далеко не все. Тут нам хватит долго вдохновляться. Робби сказал, это будет до утра. Вот такое еще, посмотрите, красивое платье. Низ платья связан узорами ананаса. Здесь переход от талии вот так сделано, а вверх плотная более вязка крючком. И как раз не нужен тогда, ну, маечка не нужна под платье. Только на юбку, да, чехол нужен только на юбку. Это второе такое платье. Еще есть третье платье. Это с Макси. Красивое, зеленое, вечернее, вообще шикарное, ажурное. Это вот так связана юбка. Я сейчас постараюсь показать вам, чтобы вы увидели. Вот такой узор. Вот. И, да, к низу идет расширение за счет прибавки в этих рядах столбиков с одним накидом. И здесь дополнительно вот такие клинья на платье. И здесь мотивы. Вот вам для вдохновения вот такая красивая модель, связанная Инной. И тут с нами собачки, хорошенькие собачки, хорошие, хорошие. И что, что, Люлю, тоже вязать будем? Будем вязать. Все вместе будем вязать. Это юбочка очень красивая. А, и это, и панамочка, шапочка вот такая. Посмотрите, вот розочка. И вот так вот уголок завернут. И здесь это все связано крючком. Это все и работы Инны. Вот такая тоже кофточка. Тоже демпф. Маечка. Это тоже из пряжи вот этой ДМС. И вот так вот ажурно и красиво. Все разными цветами, Инна. Работает с разными цветами. Это картон. Вот такое платье еще есть тоже. Посмотрите, внизу клеш выполнено узором ананас. Здесь веерочки, такие столбики с накидами. И вверх пакетка тоже ананас. Это тоже все из хлопка. Это тоже самое. Вот такая туника связана по тому же принципу, но уже это только другим цветом. Вот так вот. А здесь туника такого ванильного цвета с длинным рукавом. Тоже ажурно. И внизу такие вот мотивы. Вот такая отделка из мотивов. Вот если вам как идея для вдохновения, пожалуйста. А это Инна вяжет еще. Это еще пока не совсем закончено. Вот здесь внизу вот такие веера идут. Вверх связан иначе. Вырез. В-образный вырез. И вот так вот сделаны рукава. Тоже очень красиво. Маечка, пожалуйста. Вот таким узором. Это все связано из хлопка. Да. Есть еще такая маечка серая. Тоже внизу, видите, немножечко другой узор связан. Очень симпатично. Очень-очень симпатично. Тоже вот в шахматном порядке использован такой узор. Столбики с одним накидом. И они просто меняются. А внизу немножечко вот такая обвязка здесь. И рукав выполнен. Вот филейная сетка. Очень симпатично. Мне очень понравилась. Это такая красивая ажурная работа. Это тоже связано из хлопка, который вот в магазине был. ДМС. Цвет такой джинсовый, очень благородный. И даже Инна связала сумку крючком с цветами. Украсила вот вязанными цветами. И здесь еще вот такая завязочка шнурковая. Инна, сколько ты вяжешь лет уже крючком? Сколько? Ну, как-то, не знаю, даже 10, наверное, сильнее. Интенсивно, да? Интенсивно последние 10 лет ты вяжешь крючком. Но научилась с детства. Бабушка научила. Вот такие работы у Инны. И юбки, и платья, и шляпки, и туники, и сумка. И все абсолютно Инна умеет вязать. И эту корзинку тоже ты вязала? Да. Я увидела сейчас корзинку. Она накрахмаленная. Смотрите, она прям жесткая такая корзиночка. Прелесть, прелесть. Ах, такой неон. У меня тоже такая есть. Тоже крючком связана. Посмотрите, такая интересная идея. Связан топик. И здесь была прямая, прямая как кокетка, да? И можно собрать шнурочком. И получается уже другой вырез здесь. И получается более ажурно. И по-летнему. Посмотрите, вот такая тоже интересная идея кому-то для вдохновения. Все связано вот одним узором. Потом аккуратные такие лямочки. И внизу вот отделка, как кружева, другим узором. Очень интересная такая идея на лето. А спинка, она связана уже короче. Да, то есть здесь вот лиф идет выше. Вязался по прямой. Хотя кажется, что скос, но это за счет того, что здесь собрано. А спинка идет прямая, и она чуть-чуть ниже. Замечательная идея на лето. Вообще прелесть. А это тоже работа еще одна. Пока тоже еще пока не закончена. Еще в работе Инна вяжет. А из последних работ, вот что же не закончена, вяжет Инна. Это вот такое платье. Посмотрите, что это за ниточка? А, это пряжа Yarn Art Lily. Вот, это Инна вяжет тоже это в работе. Вот такими мотивами платье. И видите, вот хвостики еще пока не довязаны, не закончена работа. Но тоже очень тонкая. Это какой крючок, Инна? 1,75. 1,75 тоже. Ну, тонкая работа, ажурная, видно. Кому интересна схема, а мотива. Ну, теперь что? Мы можем посмотреть немножко пряжу, запасы пряжи. У Инны очень тоже хорошие запасы пряжи. Это Ализы Дива. Очень многим из вас она известна. Нам она уже тоже известна, потому что мы тоже с ней уже работаем. Это у Инны вот такие закрома, пожалуйста. Посмотрите, как в магазине. Все цвета, все тона, все очень красивые. Смотрите, бирюзовый, темно-синий, серый, болотный, фиолетовый, как золотой песок, желто-оранжевый, красный, коричневый, бирюза-оранжевый, коралловый. Все цвета. А, это тоже не вязать. По твоему мастер-классу. Но я еще не закончила. Узнаете, по моему мастер-классу Инна вяжет с круглой кокеткой. Это будет топик или платье, Инна? Платье. Платье будет. До сюда, и тут будет юбка. Другое, да? Что-то? Прямая юбка. Прямая. А, поняла. С материала. С материала. А, ясно. И вот Инна по моему мастер-классу вот так начала вязать. Тоже работа пока не закончена. Вот еще работа движется. Вот, видите, сколько красоты, сколько богатства. И еще есть хлопочек Коко. Тоже, какая цветовая гамма. Посмотрите, сколько красоты. Но это еще не все. Вы думаете, это все? Нет, вы глубоко ошибаетесь. Как же может быть у вязальщицы такие скромные запасы? Это слишком скромно. Вот, еще тут Инна вот нашла. Что сейчас мы покажем вам? Это сундук с кладом, с драгоценностями. Шапочка. Такая прикольная. Что еще? Шапочки. Это все шапочки? Это все крючком. Это крючком, да. Это все крючком. Это для маленьких. Инна пробует вязать спицами, пробует. Но все-таки лучше всего она вяжет, и у нее лучше всего получается крючком. Это комплект вязанный. Ой, какая веселенькая пряжа, как интересно. Вот, такой яркий снуд тоже. Платок треугольный. Вот, пожалуйста, как связано. По типу бабушкиного квадрата, да, Инна? Да, да. Но только как бы наполовинку, да? Да. Тоже комплект. Это от Инны. А, это от Инны спицами комплект. Ага. Это шляпа, ее надо на крахмале, да? Да. Это шляпа, вязанная крючком. Инна, это тоже ты вязала? Это я вязала. Это Инна сама вязала. Это тоже вот шляпа крючком. Ее надо на крахмале, как она красивая. А почему ты ее не на крахмале, Инна? Она была постерена. А, она была на крахмале, Инна? Да, да, была. А, вот, я получила подарок, шляпку. Посмотрите, какая красивая шляпка. Ее надо будет не на крахмале, надеть красиво, не на форму. Это, если кто знает, это от Инны. Да, пожалуйста, знакомьтесь, это от Инны Тищенко, ее работа, вот с пиццами, и вот тоже ее работа, все, это все Инны Тищенко работы, все у Инны хранится и носится с удовольствием все здесь, это уже крючком, это уже Инна, а это тоже от Инны, я помню этот, от Инны Тищенко, этот набор, я потом ставлю фотографии, чтобы вы могли посмотреть, как это смотрится, Это тоже от Инны, потом я вставлю все фотографии Это вязала Инна, тоже такая шляпка, крючком И это тоже от Инны И это тоже комплект от Инны Вот берет, берет и снуд, вот такой, да Потом ставлю вам фотографии, чтобы вы хорошо смогли рассмотреть эти работы А это? Ну еще надо гладить А, это связано крючком, это тоже шалька, шарфик такой, да? Да, шальфик, и надо тоже Тоже шляпка, шляпка тоже, да? Вязаная крючком, вот Инна показывает Прелесть, конечно, столько работы, Инна Какая ты молодец Какая ты успеваешь столько вязать, какая ты умница Вдохновились? Но это еще не все, сейчас будет продолжение В подвале у Инны, там закромающим, сейчас увидим Посмотрите еще, какая красивая вязаная шаль крючком Из мотивов Какая она огромная, посмотрите Вот это все, это все шаль Это из хлопка, но это очень большая работа, очень И еще, это вот Инна все вязала крючком А это из мотивов Во, еще больше шаль, еще больше, посмотрите, показываю Это шерсть Это шерсть, натуральная или полушерсть Нет, это из натуральной шерсти И неприятно Посмотрите, да, колется, да, это не каждый может носить, да Но очень красивая работа, очень много работы здесь Ну что, идем смотреть дальше А вот эту шаль, вы видите, вот эту Эта шаль, это работа Инны Тищенко Это еще больше шаль, посмотрите Это еще больше, чем те две, которые я пока Смотрите, я держу и до самого конца почти как ширина всей комнаты И по росту почти вот как и на рост там Вау, вот эта работа И с кистями еще, да А посмотрите, кто тут живет Тут не только две собачки, тут еще и котик И они прекрасно друг с другом ладят Ой, ой, какой ты красивый Что это? Вот вы видите внизу вот эти вот пять книг Таких папок даже, это можно назвать Была еще шестая, но шестую взяла Инна на сестра себе Это одна женщина пожилая вязала Она умерла, и ее сын увидел, что Инна вяжет И он пришел и сказал, я хочу вам отдать, подарить от мамы Вот эти все вязаные схемы и немного пряжи Инна согласилась А вот это то, что вы видите наверху Вот эти все, вот эти папки И вот это еще, и вот уже одну Инна раскрыла Это Инна купила через интернет Все эти папки за 20 евро И вот в каждой папке, я хочу показать вам сейчас Чтобы вы увидели, чтобы было понятно Вот в каждой папке вот столько листов Они, как журнальные эти листы Такая сшивка, да, вот такие плотные журнальные листы Здесь с прошивкой И каждый один лист, это какой-то узор, какая-то схема То есть папка со схемами Вот я хочу показать вам Перелистываем, допустим, вот сюда лист И здесь вот схема И объясняется, как это надо вязать Следующий лист мы переворачиваем Здесь другая схема И также показано, как вязать, как соединять Здесь другой какой-то узор Точно так же мы переворачиваем лист Так, мы переворачиваем лист И здесь этот узор И тоже так же показано, как вязать и объяснение Итак, каждый лист Вот здесь вот этот листик показано, как вязать Как связать каждый здесь мотив Следующая схема Следующая схема Следующая схема И так далее, и так далее И вот этих папок у Инны Вот Видите, это все наверху Вот еще одна И вот это уже в раскрытом виде А это получила Инна вот в подарок Вот такое богатство Вот такой клад со схемами Для вязания крючком А теперь давайте посмотрим Закрома пряжи у Инны Вот посмотрите, какой клад здесь Какие богатства здесь Это мы находимся в подвале У Инны в доме И здесь вот такие закрома пряжи Для вязания крючком Посмотрите, многие из вас узнают Семеновскую пряжу Лили, Ирина Вот, кстати, это пряжа ДМС Вот она Вот из которой Инна вязала Кофточку синюю Что я показывала мотивами Вот тоже Семеновская И Ирис Ирис Макс написано Здесь пряжа на ку есть Здесь тоже Вот Ирина Да, Ирина Правильно, правильно говорю Что это тоже Ирина Здесь Пекталь Пекталь называется Пикдаиль Пикдаиль И Семеновская Семеновская Это все для вязания крючком Тоненькая Оп-оп-оп Попадали клубочки Это все для вязания крючком Видите, там еще бирюзовый цвет есть Здесь внизу вот такой хлопочек В моточках Уже более такой плотненький Можно и спицами вязать Можно и крючком вязать Здесь внизу Вот такая пряжа Это тоже подойдет больше Для вязания спицами Это такая пухленькая Пушистенькая пряжа Тоже разная Здесь разная Еще есть вот такая пряжа Я такую пряжу никогда не видела Вот Большие-большие мотки Сейчас Ина один достанет Продемонстрирует Видели ли вы такую пряжу? Посмотрите Это огромные мотки Рукав даже пролазит Как маленький клубочек Но Свернута как большой 350 грамм 875 метров Вот Называется Дусер 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 Нежность Дусер Нежность называется Итальянская Это итальянская пряжа Майер и акрилик Акрил 95% И 5% махер Ну достаточно Мягкая такая Мягкая Мягкая пряжа И вот Такие большие Огромные клубки Началась Вот Ина перемотала Начала перемат Вот зеленые Голубые Розовые Вот такие Пильмочки И белые Даже еще есть И белые Еще есть Вот такие Зарежи Такие Копии царя Соломона Ой Какой Интересный Хлопок Э А Ну это Наверное Многие узнают И Анюта Тоже Это Испанский Производитель Катя Это Хлопок Называется Бомбей Это Пряжа Видите Вся Полностью Секционного Крашения Вот Еще Есть Катя Монако Бэби Называется Это Тоже Хлопочек 4 евро Во Франции Катя 4 евро Один моточек И она заплатила За моток Ой Ой Недешево Недешево Также Вот еще Снова Вот эта Пряжа DMC Которая идеальна Для крючка Ализе Аура Наверное Многим Известна Из вас И Это Тоже Перевская Пряжа Да Это Тоже Перевская Это Тоже Хлопок Да Хлопок Мастеризированный Мастеризированный Вот Такие Это Французская Классная Классная Для вдохновения Это Ты моточки Перематывала Да Это Французская Пряжа Тоже Интересно Это Намоталки Перематывала Для Бобинной Пряжи Понятно Ну В общем Как у нас Всех Пряжа 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 Вдохновляемся Щупаем Смотрим Вдохновляемся Это Хлопок Это Хлопок Тоже Для Вязания Грючком Да Вот Это Интересные Такие Длинненькие Моточки Такой Хлопочек Немножко Я бы Сказала На ощупь Такой Жестковатый Здесь написано 100% Хлопок Крочет Это Ну Для Вязания Именно Крючком Вот Это Для Скатерти Лучший Квалитет Написано А Вот Инна Сказала Что Она Вяжет Скатерти Для Вязания Скатерти Вот Такой Хлопок Очень Хороший Ну Вот Он Ж Да Вот Да А Мексика Мексика Инна Посмотрела В гугле Мексика Мексиканский Хлопочек Вот Веточка Есть Ой Красота Красивишная Да Прелесть Прелестная Как Танечка Кельмяшкина Говорит Но Это Еще Тоже Не Все Потому Что Сейчас Я Подниму Свою Комнату И Покажу Вам Какие Подарки Я Получила От Инны Думаю Что Вам Мотивы Какие Это Узоры Техника Разные Техники Вязания Разные Идеи Для Вдохновения Вот Эта Книга Например Для Вязания Спицами Здесь Например Вот Как Вязать Игрушки Как Что То Вязать Какие То Идеи Для Дома Здесь Вот Русские Книги Вяжем Шапочки Шапки Береты И Накиды Это Инна Сказала Получила В подарок От Инны Тищенко Здесь Еще Вот Тоже Но Это Еще О Вот Это Классная Книга Вот Это Хорошая Очень Книга Для Вязания Спиц У меня Такая Есть Мелисса Лепман Это У меня Тоже Есть Журналы Ксюша Вы Видите Журналы Ксюша Здесь Пожалуйста Очень Много Журналов По Вязанию Вот Это Вся Коротка Это Все Журналы Не Только Ксюша Конечно Журналы Есть Разные О Все Вязание Крючком Все Вязание Крючком Очень Красиво Ну Вдохновляться Тут Вдохновляться И вдохновляться Да Смотрите Сколько Богатства Сколько Красоты Но Я Обещала Показать Вам Подарки Которые Мне Подарила Инна И Сейчас Я Вам Это Все Продемонстрирую Вот Пожалуйста Модель Номер Один Которую Я Крючком Номер Один Семьдесят Пять Вот Таким Узором Здесь На талии Вот Такой Мотив И Дальше Идет Книзу Легкое Раскрешение Тоже Таким Узором Это Связано Из Хлопка DMC Модель Номер Два Тоже Все Это Крючком Я Уже Говорила Да Что Инна Вяжет Крючком Прекрасно И Связана Вот Передняя Часть Инна Сказала Немножко Узковато И Добавила Видите Здесь Сеточку И Потом Сеточка Вот Так Перешла В Рукав И Получилась Вот Такая Кофточка Как Была Так И Задумана Летняя Ажурная Яркая Можно Надеть Шортами С брюками С бриджами Разные Цвета Можно Комбинировать Просто Замечательно И Спинка Связана Точно Так же Вот И Точно Такие Же Переходы Цветов Вот Так Все Связано Тоже И На Спинке И Вот Здесь Немножечко Еще Обвязка Такая Теперь Хочу Показать Вам Модель Номер Три Мы Сменили Немножечко Декорацию Чтобы Было Так Красиво И Теперь Посмотрите Вязание Здесь Квадратный Вырез Горловины Филейная Сетка Одним Цветом Потом Полосками Меняется Одна Полоса Секционного Крашения Одна Полоса Вот Здесь Основная И Так Это Переходит Вот Той Нижней Части И Внизу Еще Сантиметров 12 Снова Переходит Бежевый Цвет И Все Связано Пройма Прямая Потом Обвязка Здесь И На Спинке То Самое Получается Вот Такая Летняя Яркая Красивая Кофточка Я Тоже Вам Потом Сделаю Фотографию И Все Покажу На Себе Вот Модель Еще Одна Тоже Связанная Крючком Это Я Сегодня Уже Эту Кофточку Обновила Мы Сегодня Гуляли По Парижу Я Эту Кофточку Надевала Очень Мне Понравилось Очень Было Мне Комфортно В ней Мягкая К телу Приятный Очень Такой Хлопок Такой Узор Посмотрите И Рукав Просто Сделана Вот так Филейная Сетка И Обвязка Верками Такими Вот Так Инна Вяжет Красиво Крючком Если Кто-то Вдохновился И Хочет Тоже Иметь Что-то Такое Красивое Связанное Крючком Пожалуйста Можете Обращаться К Инне И У нее Сделать Заказ Я Оставлю Вам Ссылку На Ее Инстаграм Под Видео И Хочу Показать Вам Шаль Которую Я Получила В подарок От Хозяйки Магазина Вы Видели Шаль Связанная Треугольником Это Из Хлопка Вот Таким Узором И Я Ее Здесь В Париже Практически Все Дни Вот Эти Были Прохладные Я Все Время Ее Надевала Очень Очень Согревала Она Меня Теплая И Очень Мягкая Очень Приятная Носки Вот Этот Материал И Вот Эта Работа Спасибо Огромное Хозяйке Магазина Но Если Вы Думаете Что Я Так Много Получила От Ины Подарков И Совсем Ей Ничего Не Подарила Вы Ошибаетесь Конечно Мы Сделали Обмен И Вот Эта Кофточка Которую Я Вязала Вы Знаете Мой Первый Реглан И Не Очень Понравилась И Тебе Спасибо За Подарки За Гостеприимство Но Это Еще Не Все Подарки Я Обещала Вам Показать Пряжу Которую Мне Инна Подарила Сейчас Я Вам Все Покажу Разложила Пряжу Здесь Хочу Вам Показать Это Подарки Атын Посмотрите Инна Эфелевая Башня Конечно Это Символ Парижа Конечно Давайте Посмотрим Интересную Пряжу Вдохновимся Все Вместе Это Вот Такой Хлопок Секционного Крашения Здесь По толщине В 50 Граммах 121 Метр Я Вижу Это Секционного Крашения Видите Вот С такими Переходами Вот Столько У Меня Моточков Теперь Это Тоже Хлопочек От Вот Фирмы Которая Говорила ДМС Это Тот Же Самый Хлопочек По цвету Что Я Показывала Первую Модель ДМС Но Я Здесь Положила 4 Мотка Вообще 10 Я Не Стала Все 10 Просто Доставать Это Пряжа Уже Плотненькая Для Вязания Спиц Называется Лазир Это Фабрика Во Франции Такая Это Французская Ну Вот Кроме Этой Это Мы Посмотрели В Интернете И на Мексико Это Мексиканский Хлопок И на Мне Сказала Мексиканским Не Вязала Должна Взять Повязать Все Теперь Вот Такие Пазмы Это Натуральная Шерсть Грубоватое Волокно Но Очень Хорошее Будет Для Вязания Именно Домашних Носков Или Коротких Таких Носков Очень Качественная Очень Теплая Даже Запах Такой Запах Шерсти Теперь Инна Дала Мне Попробовать Три Моточка На Маечку Летнюю Пряжа Семеновская Ирина Здесь В 100 Граммах 334 Метра И Состав Хлопок И Вискоза Для Вязания Крючком Что-то Будет Летняя Какая-то Маечка Это Хлопок Вот Такого Цвета Здесь 10 Мотков Инна Сказала Пока Не Вязала Но Он Очень Мягкий И Он Хлопок Шнурочком Вот Видите Ближе Показываю Немножко Отсвечиваю Телефон Шнурочком Затем Вот Такой Большой Моток Зимние Пряжи Для Зимних Вещей Или Осенних Вот Тоже Фирма DMC Но Это Уже Для Вязания Спицами Здесь 400 Грамм Вот Такой Мягонький Большой Моточек И Здесь Хочу Показать Вам Вот Такой Хлопок Такого Нежно Персикового Цвета Это Это Такой Же Хлопок Из Которого Связана Вот Эта Кофточка Которую Я Сегодня Надевала Которую Я Получила В подарок От Инны Называется Катона Это Это Тоже Пряжа Которую Инна Покупала Во Франции Вот Я Получила 10 Мотков Чтобы Тоже Попробовать Что-то Связать Можно Спицами Можно Крючком Эта Пряжа Хорошо Катая Здесь Инна Говорит У нее Ушло На эту Кофточку 7 Мотков Этой Пряжи Это Очень Хотя Крутка Такая Хорошая Жесткая Можно Сказать В клопке Но Очень Очень Мягкая И Здесь Вот Такая Сумочка И Здесь Вязаная Вещь Я Сначала Подумала Что Там Внутри Тоже Что-то Связанное Сумочка Или Косметичка Оказывается Когда Я Открыла Нет Это Летняя Маечка Посмотрите Вот Такого Нежно Нежно Бирюзового Цвета Это Связано Крючком Номер 1 И 25 Инна Сказала Это Очень Тонкая Работа Внизу Вот Отделка Такими Мотивами Верх Связан Одним Узором Но Разными Цветами И Получается Такая Маечка Вот так Обвязана Интересно Пройма Тоже Горловина Такой Квадратный Вырез Немножечко Не слегка Закругленный Вырез Горловины И Вот Еще Получила Я в подарок Вот такую Маечку Но Это Еще Не Все Эфельву Башню Вы Видели Это Тоже Сувенир На Память И Еще Вот Такая Сумочка Инна Сказала Это Специальная Сумка Для Вязания Больших Вещей Зимних Из Вот Такой Большой Пряжи Когда Такие Большие Мотки То Сюда Кладется Моточек Сюда Продевается Ниточка И Можно Спокойно Вязать Клубок Не Будет По всей Комнате На Полу Валяться Собирать Пыль Удобно Вязать И Удобно Вязаную Работу Положить И Куда Отнести В другое Место Это Как раз Для Больших Зимних Вещей Сейчас У нас Наступит Скоро Зима Будут Зимние Долгие Вечера И Я Буду Вязать Зимние Вещи И Буду Конечно Пользоваться Этой Сумочкой Еще Хочу Показать Вам Вот Видите Большая Такая Работа Это Вязала Бабушка Инны Здесь Вот Края Вот Видите Такое Кружево Вот Так Это Видно Вот Это И покрывало Искатель Можно Использовать Это Только Покрывало Нет И так И так А Какой Размер Здесь Кровать Какого Размера 2 На Метр На Метр Шестьдесят Размер Приблизительно Этой Работы Где-то 2 Двадцать Наверное На Метр Восемьдесят Можно Застилать Это И Как Скатерть И Можно Также Постелить На Кровать Как Покрывало Очень Очень Смотрится Красиво Работа Тонкая На Ощуп Очень Такой Хороший Хлопок Не Слишком Жесткий Не Слишком Мягкий Но Чувствуется Он Видите Такой Плотный Хорошо Связано Качественно Очень Хорошо Держит Форму Ничего Не Тянется Вот Замечательно Это Работа Бабушки Это И Уиночки На Память Вот Такая Красота Вот Столько Вам Вдохновения Показала Я Сегодня Вдохновляйтесь Пишите Комментарии Заказывайте Уины Вот Такие Замечательные Работы Крючком Очень Тонкие Работы 1,25 Я Не Знаю Я Вязала Маме Своей Кофточку Крючком Номер 1 Это Очень Тяжело Это Очень Тяжело Вяжешь 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 И Катина Говорит И ты Все Стоишь На Одном Месте Кажется Да Поэтому Очень Тонкая Работа Мне Очень Понравилось Спасибо Большое Ине За Такие Чудесные Подарки И Наши Каникулы Закончились Мы Направляемся Домой Снова В сторону Вокзала Сейчас Нам Надо Купить Билет На Электричку У нас 4 часа Поезд И в 9 вечера Мы уже Будем В Алгусбурге Вот Здесь Вот Здесь Где Кассы Вокзала Где Можно Купить На Электричку Билеты Стоит Вот Такой Чемоданчик И Здесь Лежат Книги Люди Которые Все Время В пути Могут Взять Книжку Почитать Ее В Дороге И Потом Когда Прочитали Опять Снова Вернуть Сюда Это Бесплатно Никто Не Берет Не Ворует Эти Книги Кто Почитал Снова Сюда Приносят Вот Чтобы В дороге Было Не Скучно Ну Кто Не Вяжет Кто Вяжет Тому В Дороге Конечно Не Скучно У Нас Всегда Любимое Вязание Теперь Сели Вагон Едем Домой Все Путешествие Наше Подходит К Концу Ехать Нам Пять Часов Алена Ну Комментируй Что ты Хочешь Прокомментируй Прокомментируй Алена Вязает Мы уже включили Алена Вязает Алена Вяжет Алена Вязает Алена Алена Вяжет Швидра Не знаю Пен Пен Окей? Вот мы приехали домой. Уже дома я распаковала все вещи, все подарки. Мы приехали уставшие, но с очень-очень положительными, добрыми впечатлениями. И я, конечно, этими впечатлениями поделюсь с вами в своих видео. В поезде я вязала, я немножечко продвинулась по своему вязаному платью. Сейчас я вам это буквально на одну секундочку покажу. Вот моя работа. Последний раз, вы помните, я пока вызывала вам, у меня была вот здесь закончена работа после того, как я закончила талию. И уже у меня началось расширение на бедра. И вот столько я еще провязала. Теперь расширение на бедра я уже закончила вот в этом месте. Вот столько сантиметров я провязала просто одинаково. И теперь у меня будет продолжение просто прямо идти вниз. По моим таким подсчетам мне осталось связать где-то сантиметров 45-50. Но я после того, как вот вышла на линию талии, как я стала талию вязать, я пока еще изделие вот здесь внизу не парила. Но немножечко еще вытянется, может быть на сантиметра вот так вот три, может чуть больше. Нужно посмотреть. Но пока на данный момент вот я нахожусь на таком этапе. Вот. Скоро, думаю, уже все-таки его закончить. Уже пора. Ну и на этом видео я тоже хочу свое закончить. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!